Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Но в Марка 11, и в 22 стихе, говорит, «Иисус, отвечая, говорит им, имейте веру Божью, или имейте веру в Бога, и мы также можем сказать, используйте веру в Бога, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись, и ввергнись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам Ему, будет Ему, что не скажет». Этот стих говорит нам, «Talk to things, they will obey you, that you have the right to talk to things, and they have to do what you say when you believe it». И в 24 стихе Говорится, «Потому говорю вам, все, что не будете просить или желать, в молитве верьте, верьте, что получите, и будет вам». Итак, он дает нам понять в 23 стихе как изменять ситуации, изменять вещи, как избавляться от того, что ты не хочешь иметь в своей жизни. Используй свой авторитет и проговори к этим вещам, проговори к этим ситуациям. И 24 стих говорит, как получить то, что желает твое сердце. Итак, первое, о чем говорит 24 стих, это твои желания. И здесь четыре вещи упомянуты. То, что ты желаешь, то, о чем ты молишься, то, о чем ты веришь, и вот ты будешь принимать. Но четвертое, это то, что ты будешь принимать. А что ты будешь принимать? Во-первых, желания, которые у тебя есть, то, о чем ты веришь. Аминь. Итак, Он предлагает нам сказать Ему, какие у нас желания. И столько раз, много раз у людей есть слишком, часто у людей есть слишком много по одной причине, потому что они слишком малого желают. Но чем большего ты желаешь, тем больше Он сможет совершить в своей жизни. Поэтому Он не ставит ограничения на то, сколько ты можешь попросить. Это все зависит от того, что ты будешь желать, чего ты будешь желать. Он говорит, желай, и ты будешь получать. Итак, Господь хочет, чтобы ты желал большего. И чем большего ты будешь желать, тем больше Он будет наполнять. И на самом деле, Он может только наполнить твою жизнь настолько, насколько ты желаешь и насколько ты веришь. Многие люди думают, у них есть проблемы с верой. Но на самом деле, у них есть проблемы с желанием, потому что они желают слишком малого. Они достигают слишком малого. Они верят слишком малые вещи. Но Он предлагает тебе, что Бог исполнит то, что ты желаешь. Аминь. Поэтому Он позволяет тебе устанавливать границы. Или вообще Он устанавливает тебе убирать ограничения. Не важно, чего бы ты ни пожелал. Не важно, чего бы ты ни пожелал. Не только чего бы пастор ни пожелал. Он не может желать за тебя. Он только может научить тебя, объяснить тебе, что доступно для тебя. Но Он не может занять твое место и желать за тебя и возглавать себя. За тебя. И тебе нужно возгребать себя, чтобы увидеть все богатство Небес, и что все, чем Небеса сейчас наслаждаются, принадлежит тебе. И сказать, я буду иметь это, я буду иметь то, что Он обеспечил для меня. Каждый день, тебе нужно достигать, каждый день, тебе нужно обновлять свое мышление, что есть больше. Небеса предлагают тебе больше. И я буду желаться этого, и я не буду останавливаться. Я не буду останавливаться там, где я есть сейчас. Я не буду останавливаться на меньшее. Я не буду останавливаться на достигнутом, я буду простираться, потому что Бог приготовил больше для меня. Аллилуйя! Иисус Навин и Халев, они пошли с остальными шпионами, с остальными соглядатами, посмотреть ту землю, которую уже Бог приготовил. готова для них, она уже была их. И они вернулись и сказали, мы можем, это принадлежит нам, пойдем туда. Но остальные соглядаты, они принесли из Египта свой рабский менталитет. Они до сих пор думали, как рабы, несмотря на то, что они уже были свободны. Они не изменили то, как они думали. И когда они увидели эту изобильную землю, и увидели вот эту оппозицию в той земле, они сказали, мы не сможем это сделать. И они не согласились, они согласились с тем, что нормально не иметь своей собственной земли. И они продолжали, продолжали ходить по земле пустынной, потому что они не согласились увидеть и взять то, что уже им принадлежало. и Бог уже приготовил гораздо больше, и мы не будем оставаться как бы за пределами этого, мы хотим войти в это. И Богу пришлось ждать, пока умерло целое поколение в пустыне. И только двое из этого собрания осталось. И они посещали каждой похорон всех людей своего поколения. И они видели, как люди продолжали умирать, не получив то, что уже было их. Оно уже им принадлежало. принадлежало. Но они сказали, мы не умрем, пока мы не войдем в это. Мы войдем в это. Все остальные не хотели ходить, но мы войдем в это. Мы не собираемся умирать, пока мы не войдем в это. Есть много людей, которые достаточно себя чувствуют, которым достаточно оставаться там, где они сейчас. Но это не я. Я буду продолжать двигаться вперед. Я буду простираться вперед. Двигаться вперед каждый день. Все, что простирается за границы своего мышления, я не буду оставаться в этом старом менталитете, в этом рабском мышлении. И этот менталитет, это мышление, человека, нерожденного свыше. Я не позволю этому мышлению определять тот, кто я есть сейчас. Аминь. И вот после того, как вымерло все поколение, целое поколение, Бог проговорил к Иисусу Навину. И Он дал ему инструкции, как привести народ в землю. И когда они пришли в землю, Кэйлэб came up to Joshua когда они пришли в землю обетованную, Халев, подошел к Иисусу Навину и сказал, Моисей сказал мне Слово Божьим, что часть этой земли моя. И я иду, чтобы взять мою часть. Я пришел сюда, чтобы взять то, что мое. И Он не просто хотел какую-то там часть. Он сказал, я хочу ту часть, где великаны, где сыны Еноховы. Это были как раз великаны. Он не просто пришел, Он сказал, я не просто хочу дом, я хочу города. Он не просто хотел один город, Он хотел все их города. И заметьте, Он не хотел заполучить ту землю, где жили люди обычного роста. Он хотел ту землю, где бы ему пришлось сражаться с гигантами, с великанами. Вы знаете, почему Он хотел именно ту землю, где были великаны? Но потому что у великанов просто больше дома. Гианты had bigger buildings. Гианты had bigger things. Let the other people have the small houses. Let the other people have the small cities. Кэйлеб was thinking big. I want the cities that the giants built. Он говорил, я хочу эти большие дома. И он хотел, и он был готов сразиться с великанами, сразиться с ними, чтобы получить это большое наследие. И его остальные вещи не волновали. И он вышел вперед, чтобы сразиться с великанами, потому что его желание было большим, чем желание тех людей, которые были вокруг него. И я хочу, чтобы ты знал, что у Бога есть гораздо больше для тебя. Начни верить в это. Начни желать этого. Начни достигать этого. Халлелюя! И я хочу вам сказать, что есть определенные усилия для веры. Вам нужно начать достигать и желать большего, потому что у Бога есть больше того, что доступно для вас. Написано, чего не пожелаете. Молитесь. Когда вы молитесь, когда вы говорите с Богом, высвобождайте свою веру. И вы пожнете, вы получите. Аминь. Все начинается с того, чего вы желаете. Поэтому я говорю сегодня утром, придите домой и составьте список тех вещей, которых вам нужно желать. для своей семьи, для вашей поместной церкви, больше для вашей поместной церкви, больше для вашего дома, больше. Каждый день высвобождайте свою веру и желайте большего. И Бог услышит и вспомнит ваши желания, потому что Он обеспечитель. Некоторые думают, что у них есть проблемы с верой. Но вообще-то у них проблемы с желанием. Они желают слишком малого, и поэтому их вера остается маленькой. Но если вы будете желать большего, вы увеличите свою веру, чтобы достигнуть большего. Ваша вера возрастет. Аминь. Халлилуйя. 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 Скажи, Отец, все, чем небеса наслаждаются прямо сейчас, принадлежит мне. Я отказываюсь иметь меньше, чем то, что небеса предлагают мне. Ты сказал, все, чего я буду желать, я могу говорить об этом с тобой, и я могу высвобождать свою веру для этого, и ты исполнишь мои желания. Поэтому я выбираю желать большего. Я выбираю достигать большего, потому что Иисус пришел, чтобы я имела избыток или нет избыток, не просто достаточно, но больше, чем достаточно. Изобилие. Пожалуйста, встаньте со мной. Сегодня утром, когда я была в отеле, гостиница пришла, это помазание исцеления оно просто вошло в мои руки. И иногда Он просит меня служить по-другому. И сегодня утром я не буду возлагать руки на людей, я буду просто провозглашать исцеление. и своей верой там, где ты стоишь, простирайся и говори, я принимаю это. И когда ты будешь это принимать, сила Божья, помазание Божия придет на тебя прямо там, где ты находишься. И будет работать, будет приносить исцеление в твое тело. Подними свои руки сегодня, и давай будем поклоняться Ему. Мы поклоняемся Тебе, Отец. Возвыть свой голос и начни поклоняться Господу. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Халлелуя. Прямо сейчас есть сила исцеления в чьей-то шее. У вас была ограниченная подвижность, вы не могли двигать. Вы не могли свободно поворачивать шею, и теперь вы можете. Просто подвигайте. Поверните шею. Просто сделайте что-то, что вы не могли раньше делать. Подвигайтесь. Те из вас, кто не мог, у кого была ограниченная подвижность, попробуйте сделать это. У кого-то в плече было как плечо, как будто оно было заморожено, оно не могло двигаться. Теперь вы можете двигать им, подвигайте им прямо сейчас. Помазание Божие прямо сейчас течет и помогает вам двигать, двигать это плечо. это помазание делать сейчас. Попробуйте сейчас. И мы не проверяем, чтобы проверить. Мы просто берем это помазание. Мы просто двигаемся в этом помазании. Мы просто двигаемся в этом. У кого-то были очень сильные проблемы с желудком. Это очень было сильно, это долго продолжалось. Все с тобой в порядке. Каждая капелька этой боли прямо сейчас уходит. Твой живот, и желудок исцелен прямо сейчас. Просто примите это. Скажи, я принимаю это. Халлелуя. У кого-то были трудности с дыханием. как будто просто какой-то груз лежал на твоей груди. И вам было очень трудно дышать. Прямо сейчас попробуйте вдохнуть. Вдохните глубоко. Дышите глубоко. И приходит эта свобода дышать. С вами все хорошо. Выстелено. Принимайте это прямо сейчас. Халлелуя. Кто-то повредил запястье. И вы не могли им двигать. Прямо сейчас подвигайте, попробуйте повернуть. Потому что прямо сейчас оно исцелено. Во имя Иисуса. Халлелуя. Прямо сейчас исцеляются проблемы с сердцем. Вообще-то здесь ангелы, которые ходят по всему этому собранию и подходят к тем, у кого различные состояния сердца, болезни сердечные. Они что-то заменяют, очищают какие-то детали или заменяют их, приходит исцеление. Просто примета. Халлелуя. Просто примета. У кого-то была боль прямо вот за глазами. Прямо за вашими глазами. Эта боль уходит прямо сейчас во имя Иисуса. Просто примета. Прями это исцеление в твоих глаз. у кого-то с печенью. У кого-то больная печень. Иисус исцеляет ее прямо сейчас. Принимай исцеление в эту часть своего тела. Халлелуя. Халлелуя. Нижняя часть спины. Как будто вот она у вас не может поворачиваться. Вы не можете наклоняться. Прямо сейчас вы свободны во имя Иисуса. Попробуйте что-то сделать. Приведите ее в действие. Сделайте то, что вы не могли раньше делать во имя Иисуса. Прямо сейчас сделайте это. Чье-то ухо прямо сейчас открылось. Начало слышать. я просто слышу, что чье-то ухо прямо сейчас открылось. И вы начали слышать. Халлелуя. Слава Господу. У кого-то продолжительные проблемы с горлом были. Это была длительная проблема. Это прямо сейчас исцелено во имя Иисуса. Мне кажется, это что-то вы съели или как что-то было прямо в горле внутри. И что-то вы съели, это повредило ваше горло, ваши пути дыхательные. Это восстановлено прямо сейчас в имя Иисуса. Я говорила, я упоминала запястья ранее, но также рука, я слышу, рука. Попробуйте двигать. Также руки исцеляются, не только запястья, полностью руки чьи-то исцеляются. Есть у кого-то проблемы были с вашим черепом, какие-то были проблемы. Прямо сейчас это исцеляет своими Иисусами. И какая-то чувствительность черепа, какая-то чувствительность плоти на черепе, кожи на черепе, она уходит прямо сейчас. Слава Господу! Слава Господу! Кто-то, как будто у вас ваше бедро, оно вышло из сустава, и как бы было не на месте. И оно как будто все время выскакивает. Прямо сейчас это исцелено, во имя Иисуса. Поднимите эту ногу, подвигайте ей, подвигайтесь прямо сейчас, так, как вы раньше не могли. Просто покрутите ногой, как вы раньше не могли. мы это делаем, не чтобы проверить, исцелено оно или нет, но чтобы в действие привести это помазание. у кого-то зубы, задние зубы, коренные зубы, у вас очень сильные проблемы с коренными зубами, которые, жевательные зубы, и прямо сейчас это исцеляется. какие-то зубы, которые были, может быть, разрушены или еще что-то, они сейчас исцелены во имя Иисуса. Исцеляются во имя Иисуса. Халлелуя. Слава Господу. Слава Господу. Просто простри свои руки, чтобы поклоняться Ему. Иисус, мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Мы воздаем Тебе славу и честь. Мы воздаем Тебе славу и честь. Халлелуя. Халлелуя. И я не знаю, к кому это относится, но я постоянно слышу сейчас эту фразу, чудо восстановления. Если что-то нуждается в восстановлении в твоем теле, это не исцеление, но это восстановление, это чудо, если тебе нужно чудо. Либо у тебя не хватает какой-то части, либо что-то удалили у тебя. Но Бог восстанавливает это прямо сейчас. И я не знаю, причина, почему Он сейчас не... причина, почему Он не указывает конкретно, что, какая сфера должна быть восстановлена, потому что любое может быть восстановлено, любая часть тела может быть восстановлена прямо сейчас. слава Богу. Слава Богу. Есть здесь кто-то, у кого вот в задней части горла, вот здесь какая-то очень сильная инфекция. Прямо сейчас это исцелено. Халлелуя. Халлелуя. Послушай, не думай, что исцеление это... что меньше исцеления приходит, когда на тебя руки никто не возлагает. Никто не должен на тебя возлагать руки. В Матфея 8,17 говорится, что исполнится то, что было сказано пророкой Оси. Потому что Он взял, Он Сам взял на Себя наши прегрешения и наши болезни, и понес их. И написано, что исполнится то, что было сказано. Бог исполнит то, что сказано. Поэтому те вещи, которые сказаны, они будут исполнены. Не обязательно, чтобы на тебя руки были возлагали. Ты можешь просто принять это прямо там, где ты находишься, потому что было сказано о тебе. Халлелуя. Халлелуя. Я не знаю, что это, но... Как будто как мышцы вот здесь вот впереди на животе. Вот эти мышцы. я не знаю, что это. Может быть, они были порваны, там, растянуты. Но что-то с мускулатурой вот здесь у тебя на животе впереди. Это прямо сейчас исцелено. Просто прими это. Может быть, это операция какая-то была, или порвались мышцы. Что-то случилось, но Бог это исцеляет прямо сейчас. Прими исцеление во имя Иисуса. Халлелуя. Халлелуя. Мы славим Тебя, Отец. Мы славим Тебя, Отец. И еще одно ухо. Еще одно ухо. Что-то ухо открыто прямо сейчас. Начало слышать. Какое-то было... какое-то повреждение было, которое вызвало эту проблему. Вы не могли слышать. Прямо сейчас это исцеляется. Просто прими это во имя Иисуса. Халлелуя. 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 Слава Господу. Слава Господу. Слава Господу. И вот, что я хочу, чтобы вы сделали. Если каждый просто опустите свои руки, не поднимайте сейчас свои руки. Если вы чувствуете, что в вашем теле произошли какие-то изменения, вы приняли какое-то из исцелений, поднимите свою руку, чтобы мы знали, что это вы. Любое исцеление, которое вы сейчас получили, вам стало легче, вам стало легче в вашем теле. Какие-то вещи произошли. Посмотрите вокруг. Посмотрите вокруг. И вы говорите, я хочу, чтобы на меня руки возложили. Но Бог хочет, чтобы вы посмотрели на тех, кто поднял сейчас руку. Они прямо рядом с вами. Они высвободили свою веру. Они приняли своей верой. Помашите своими руками. Помашите. Халлелуя. Слава Господу. Это по всему залу. И вы приняли исцеление. Кто из вас может сказать, Господь благ и милость Его вовек? Халлелуя. Халлелуя. Давайте прославим Господа и поблагодарим Его за это исцеление. Халлелуя. 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 Иисус, мы благодарим Тебя за цену, которую Ты заплатил, за наше исцеление. Мы так благодарны принимать и мы так благодарны за ту цену, которую Ты заплатил, чтобы мы были исцелены. Мы так благодарны Тебе. И все сказали Аминь. Халлелуя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Субтитры создавал DimaTorzok